В мае прошлого года Краевая клиническая инфекционная больница в поселке КСК была переведена в режим моностационара. На тот момент здесь были развернуты 152 койки для пациентов с коронавирусом. Ну а те, кто получал плановое лечение, направляли в другие медицинские учреждения. Сегодня, с приходом четвертой ковидной волны, больница вновь работает в усиленном режиме. Каждые сутки сюда поступает до 20 человек, в том числе и дети. Оксана Фисенко – заведующая подразделением инфекционной больницы в поселке Антипиха, но из-за большого потока заболевших большую часть времени она проводит и в этой больнице. Пациенты стали моложе, то есть сейчас это больше средний возраст. Пожилых стало не так много, потому что люди все-таки привились, и даже если они болеют, они болеют в легкой форме, и они находятся на амбулаторном этапе. Те, которые находятся здесь в стационаре, это пациенты средней степени тяжести, пациенты, так скажем, более пожилого возраста, пациенты с сопутствующей патологией, которая утяжеляет течение как пневмонии, так и коронавирусной инфекции. Каждая новая ковидная волна, по словам врача-инфекциониста Оксаны Фисенко, характеризуется новыми симптомами. Сегодня болезнь быстрее развивается, инкубационный период значительно сократился. Более выраженный стал симптом интоксикации, то есть более выраженная слабость у пациентов, повышение температуры более высокое, длительное, 39 и выше, может сохраняться от недели и выше. И течение пневмонии усугубляется дыхательной недостаточностью более выраженной, то есть нехватка пациентам кислорода, которые нуждаются в кислородной поддержке затем. Да и самим врачам уже давно требуется перезагрузка. Усталость накапливается, а возможности отдохнуть у них попросту нет. Мы находимся вот в такой одежде уже на протяжении, скажем так, полутора лет. Очень сложно носить маски в общественных местах, вне дома, вне улицы. То есть это постоянная гипоксия, постоянное действие на головной мозг и просто выраженная усталость. Казалось бы, пандемии уже два года, и многие надеялись, что она сойдет на нет. Но, похоже, будущее не сулит нам особой радости. Чем меньше народу привито, тем будет больше волн, конечно. То есть привитые пациенты, как я уже сказала, болеют гораздо легче, и они остаются для лечения на амбулаторном этапе, они не нуждаются в стационарном лечении. Я надеюсь, что все-таки люди, население, у них как-то здравый смысл, наверное, победит над нашей российской... Маркобесия просто. Маркобесием, да. И все-таки большинство людей привьется, чтобы вот это все не продолжалось. А вот тут начинается красная зона, зона повышенной ответственности. Все, что там происходит, напоминает компьютерную игру-страшилку. Но, к сожалению, это не игра, это жизнь. И если вы проиграете, то начать сначала уже не удастся.